Но он стоит в заявке на Олимпийские игры, если вдруг российскую сборную туда допустят. Небольшие проблемы испытывает Денис Кудрявцев. Да, могу рассказать. Вы знаете, расскажу телезрителям. Сегодня был на базе у ребят в Новогорске. Там и Тимофей Чал и Денис Кудрявцев. Тимофей готовится по своей программе. Денис тоже оба нацелены, концентрированы, конечно, на результат. Но вот Денису надо, конечно, справиться с по-прежнему беспокоящими проблемами. Итак, 400 с барьерами. Мартин Куцера, Словак, первая дорожка. Жак Грин, британец, вторая. Итак, чемпион Европы Карим Хусейн, Швейцария, победил на этой дистанции. Это 400 с барьерами в Швейцарии, в Цюрихе, два года назад. Карстен Вархольм, норвежец. Четвертая дорожка. Потрясающий результат был. 48-84. Сержио Фернандес, испанец. Пятая, 49-02. И вот Ясмани Капелло Эскобар. Турция. Шестая дорожка. По седьмой дорожке Оскари Мюррю. Финн. И, наконец, Эрис Уильямс, Великобритания. Восьмая дорожка. Я вам хочу сказать, что по шестой дорожке побежит Ясмани Капелло. Вот этот спортсмен пробежал в полуфинале. 48-42. Это лучший результат за всю историю чемпионатов Европы в полуфиналах. Никогда так быстро в полуфиналах спортсмены не бегали. Итак, 400 с барьерами мужчины. Четвертая дорожка Карим Хусейн. Шестая Ясмани Капелло. Сможет Карим Хусейн защитить свою звание или нет? Ну, все-таки мы должны будем помнить, конечно, и его британцах. Прежде всего здесь. Прежде всего Жаке Грини. Ну, видите, фокус, внимание всех, конечно, это Карим Хусейн. Знаете, вот, конечно, трудно судить так издалека, но все-таки есть ощущение, что как-то не очень все-таки уверенно стартеры работают именно в спринте, на спринтерских дистанциях. Вот от 100 до 400 метров. Все время какие-то проблемы, все время что-то происходит. Не могу сказать, что какие-то нарушения, конечно, никаких нарушений нет. Но вот что-то, вот видите, вот Вильямс даже не понял, что это его показали, за что и почему. За что его показали. Хотя он сам, видите, он сам просто сказал, что он, видимо, он просто показал, что он не слышит ничего. Он не слышит просто, скорее всего. Звука у него нет, да. Такое персональное предупреждение ему дали. Он подумал, что вообще уходить надо, мне кажется, такое ощущение. Ну, Рис Вильямс, хотя и спортсмен опытный, но не думаю, что он очень много выступал в различных соревнованиях международных. Хотя, если говорить о спортсменах из Великобритании, то там соревнований хватает. Честно скажу, не знаю, чего ждать от Карстана Вархольма. У него отличный результат личный, 48-84, молодой парень, 20 лет ему всего. Посмотрим, как он выступит сейчас здесь, в финале. Но все-таки будем следить за Капелло и Хусейном прежде всего. Третья, шестая дорожки. Ну что, Стардан. Ну, тут очень легко следить, кто первый преодолевает барьеру. Сейчас, да, надо быть очень внимательным. Капелло отлично идет. Пока Капелло. Хусейн второй пока. Сейчас Хусейн, мне кажется, чуть-чуть сокращает отставание. Но здесь все будет решаться на финише, безусловно. Именно, посмотрите, практически одинаково. Они чуть-чуть отстают Хусейн. И посмотрите, что делает норвежец-то. Норвежец, да. Ой, ну вот тут. Чуть-чуть ошибся, и все. И все, и все. Норвежец потерял все на этом барьере. И испанец. Вы посмотрите, что испанец натворил Фернандес. Сэрджио Фернандес буквально на финишных клетках сумел вырвать второе место. Ну а лучше всех был, конечно, Ясмани Капелло Эскобар. 48-99. Результат победителя. 98 дали. 48-98. А я еще раз скажу, что результат Тимофея Чалова в Чебоксарах на четверг.